всем привет ребятки рад вас приветствовать у себя на канале urban skull огромное спасибо что смотрите меня подписывайтесь ставите лайки пишите комментарии мне все очень приятно все читаю все смотрю спасибо вам большое извиняюсь за звук возможно будет эхо я с ним борюсь как могу пока что не очень сильно получается но мы над этим работаем о чем сегодня я хочу вам рассказать о турникетах признаюсь честно я записываю это видео не с первого раза было немного другой дубль с немного другим подходом но я подумал что я спешу с таким форматом и стоит записать немного другое видео но если тема тактикульщины парамедицины тактики снаряги военные тактикульная страйкбольные неважно вам интересно пишите об этом комментарии мы будем снимать такие видео либо будет отдельный канал посвящен этой теме либо параллельно с моими основными видосами будут выходить видосы на тему тактикал скаут напишите будет ли вам это интересно о чем сегодня я хочу вам рассказать о турникетах что такое турникет это устройство крови останавливающим можно его в принципе так характеризовать или так назвать зачем она нужна она нужна в случае сильного повреждения вашей конечности или ее отсутствие для того чтобы остановить кровь многие люди могут сказать не покупает турникет если не умеешь им пользоваться это самое тупое что я слышал своей жизни потому что как научиться пользоваться не покупая турникет я прошел много курсов по тактической медицине я ездил туда где этим сейчас активно пользуются общался с ребятами которые имеют военную профессию которые этим активно пользуются получил определенные навыки определенный опыт очень много практиковался как мне кажется достаточно много практиковался на сегодняшний день я сформировал определенное мнение и это видео не более чем мое мнение и мои наработки на этот счет скажу сразу разные мастера разные блогеры разные школы разные подразделения трактуют по разному одну и ту же систему но сегодня мы разберем основы как я считаю если ваше мнение отличается от моего я за вас рад вы молодец я не нуждаюсь в нем но спасибо что вы позаботились обо мне и решили мне о нем сказать я надеюсь что нет турникет короче я не буду говорить заурядным языком хоть и могу я не буду называть супер крутые термины хоть и могу я расскажу по простому как это понимаю я нам эта вещь нужна для того чтобы в случае повреждения конечности в случае сильного кровотечения остановить кровь перед тампонадой перед тем как мы будем накладывать туда какие-то гемостатические повязки вещества вкалывать вот это все нужно для того чтобы максимально быстро остановить кровотечение конечностей не любое кровотечение вы сможете остановить только на конечностях существует также еще жгуты это турникет а есть жгуты про жгуты мы сегодня не говорим говорим про турникеты начнем с того что сколько турникетов должно быть если вы гражданский человек и хотите положить к примеру автомобиль в аптечку возьмите 12 если вы военный тактикульщик и так далее возьмите 4 если вы медик в своем подразделении или в своей команде возьмите столько сколько у вас есть 5 10 чем больше тем лучше где размещать турникет если вы гражданские можете там носить его в портфеле если у вас есть на это предпочтение необходимости никого не заставляю с собой носить турникет и вообще не прошу им пользоваться я лишь рассказываю о своих наблюдениях и навыках носите в портфеле в барсетке может быть в карманах двери автомобиля может быть за подлогой за подголовником автомобиля может быть бардачки если вы военный тактикульщик и так далее российская тактическая медицина знаете раз двух ног влетела за последний год-два ее не было вообще а теперь она есть и везде все супер крутые все знают как правильно и вот правильно только так как говорю я и никто другой я с этим не согласен есть разные школы есть разные навыки все учат по-разному я расскажу те способы которые понравились лично мне которые я не придумал которые я также получил на курсах тактической медицине и общаясь с ребятами которые в этой профессии варятся и работают я считаю что военного должно быть 4 жгута минимум в каждом кармане на каждой конечности 2 на ногах в боковых карманах и 2 на руках в плечевых карманах чем это обусловлено если у вас проблема с этой конечностью вы можете манипулировать правой конечности но правой конечности правой рукой из правого кармана вы жгут не достанете вы можете это сделать либо с правого кармана либо с левого кармана либо с левого кармана поврежденные конечности и это будет правильно потому что любят в эти карманы набивать всякую дрянь магазины телефоны неважно вот эти карманы у вас должны быть свободны потому что это самые основные места наложения турникета если в В этом кармане будет лежать телефон, вы не наложите поверх телефона турникет, он не будет работать. Поэтому места для установки турникетов, которые для этого предназначены, освободите эти карманы, ничего там не храните. Храните там турникеты. У меня есть повреждение этой конечности, я из этого кармана достаю турникет, и я на этой руке этим турникетом пользуюсь. Помимо этого, также на вашем медицинском подсумке должен быть турникет. На первом эшелоне, на втором эшелоне, конкретно у меня это второй эшелон, на третьем эшелоне, в рюкзаке запасной турникет. Я считаю это важная тема, и этим нужно уметь пользоваться. Не только если вы военный, даже гражданские люди должны хорошо уметь пользоваться турникетом. Турникет это не вершина айсберга. Также есть пальцевые прижатия, с помощью которых даже при отсутствии турникета на какое-то время вы можете остановить кровотечение и не так быстро вытечь. Сильное, обширное кровотечение достаточно опасно. У человека при обширном кровотечении есть не так много времени, чтобы оказать себе самопомощь. Идеал, норматив по наложению турникета составляет рука 15-17 секунд, нога 17-20 секунд. Это очень быстро, к этому нужно стремиться в идеальных условиях на курсах по тактической медицине. Когда мы сдавали экзамен, я к этому времени подходил, вообще 15 секунд делал. Но я это делал в хорошей одежде, в удобной мне, с удобными карманами, с небольшими широкими рукавами и так далее. Когда я начал тренироваться по полной экипировке, с полновесным жилетом, с магазинами, с оружием и так далее. О никаких 15 секундах речи быть не может, дай бог 20-25 секунд на руку вы наложите. В общем, тренируйтесь. За 2, 3, 10, 30 раз вы не научитесь. Тренируйтесь часто, постоянно, тогда вы придете к успеху. Я не говорю о том, в каких условиях вы будете сейчас накладывать. Сейчас я говорю только о том, как вы это должны делать, как это вижу я. Есть несколько вариантов транспортировки жгута в боевом так называемом положении. Что такое боевое положение? Боевое положение – это когда ваш турникет уже готов к работе. Когда турникет приходит из магазина, секундочку, он у вас, как правило, в каком-то таком положении, он еще и в блистере будет, это неправильно. Правильное боевое положение транспортировки жгута – это либо галстук, либо кольцо. Галстук нужен для того, чтобы накладывать турникет на ногу. Обусловлено это тем, что когда турникет заправлен сам в себя, для того, чтобы наложить его на ногу, вам придется конечность в него просунуть. Когда он сложен галстуком, все, что вам необходимо, это просто заправить язычок себе под конечность и вытянуть его обратную сторону. И вот вы уже можете накладывать себе турникет. Это первый способ – галстук. Я его называю галстук. Если это неправильно, ничего страшного. Что нам для этого нужно? Во-первых, ярлычок с надписью TIME у нас должен быть отведен вбок. Он нам не должен мешать. Он должен находиться где-то здесь и как-то так. В идеале вот так. Вороток должен быть заправлен вовнутрь и должен нам не мешаться. После чего, как делаю лично я, вы берете ваш жгут, оставляете небольшой запас, вот здесь петельку сантиметров 10-15, приклеиваете его к вот этой части, вот так сам на себя склеиваете и складываете. Все, вот так выглядит турникет в компонурке. Так называемый галстук. И вот так он у меня на ноге размещается. Соответственно, если мне нужно воспользоваться, шлепка кармана, ну, клапан кармана при закрытии не закрывает красный элемент. Красный элемент остается видимый. Он мне нужен для того, чтобы я понимал, что здесь у меня есть турникет. Или же, если не я оказываю себе помощь, чтобы человек видел, что у меня здесь есть турникет. Достали турникет, выдернули его из кармана. Расправили. Взяли турникет за красный язычок. Вот он, видите? Красный язычок у меня смотрит в сторону ноги. Липкая его сторона, липкая, белкая сторона, у меня смотрит в сторону ладони. Я прижимаю липкой стороной к ладоню. Вам нужно просто вот так положить его на ладонь. Красным язычком кверху. После чего я беру красным язычком, прислоняю его к ноге. Вставляете себе его в промежножье. И вот таким движением вы пропускаете его. И также вот этой рукой я хватаюсь за красный язычок, вот он. И вы вытягиваете турникет. Точнее его, вот эту часть, галстук. То бишь к телу, к ткани вы прислоняете скользкой стороны. Разумеется, это очевидно, но я об этом скажу. После чего вы попадаете язычком в петлю, в упряжку. Затягиваете. Вообще это делается в идеале боком. Вы должны таким макаром лежать на земле. Снизить силуэт и так далее. Но я покажу так, чтобы и мне было удобнее, и вам было виднее. Вот так вы его затянули, провернули. И начинаете клеить сам на себя. Клеите, 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 клеите. И вот так рукой потом проглаживаете. Приклеиваю до конца. Вот она ваша... Ваш вороток. Вот здесь он находится. В идеале, конечно, чтобы он находился по центру. После чего вы берете и начинаете вороток вот этот закручивать. В идеале при наложении турникета на руку, на ногу, извиняюсь, необходимо 3 оборота. Все это очень индивидуально. Разный размер ноги у всех, разная масса тела и так далее. Но стандарт 3 оборота. Сделав 3 оборота, скорее всего 95% вы остановите кровотечение на любой ноге. Поэтому стоит потренироваться, чтобы понять, сколько конкретно оборотов нужно на вашу ногу. У меня ножка не маленькая, поэтому нужно все 3. Это я скажу вам сразу. Если вы наложили турники, то вы не чувствуете дискомфорт и все в порядке. Вы сделали что-то неправильно. Начинаете крутить. Крутят обычно по часовой стрелке. Первый оборот. Причем вы делаете полные обороты. То бишь вот эта часть должна сделать 360 градусов. И вот вы делаете первый оборот, второй оборот. Уже после второго оборота вы чувствуете пульсацию и дискомфорт. И делаете контрольный третий оборот. Вот так это все дело выглядит. На третьем обороте вам уже больно, неприятно и некомфортно. После чего вы берете вот эту хлястик тайм, приклеиваете и пишете на нем время. Да, больно. Накладывает турникет. Больно и неприятно. И ощущение очень-очень противное и мерзкое. Но именно для этого и нужно потренироваться. На тренировках не нужно халтурить. Не нужно его зажимать в полусилы. В случае чего я зажму очень сильно. Но сейчас буду зажимать не очень сильно. Нет. Зажимайте по максимуму, пробуйте. Проверяйте пульс у себя. На артериях есть он, нету. Как чувствует ваша нога? Попробуйте посидеть 5-10 минут. Понять вообще ощущение, что происходит с ногой. Как меняется цвет. Как появляются видны вены, артерии и так далее. В общем-то это было наложение турникета на ногу. Я вам не буду озвучивать время, на которое вы накладываете турникет. Почитайте медицину. Посмотрите в каких случаях. Все это очень индивидуально. Иногда после наложения турникета вы делаете кровоостанавливающую тампонаду. Гемостатический бинтон, к примеру, целоксом. И буквально через 3-4-5 минуты вы турникет можете вообще снимать. Снимать его, конечно, не рекомендуется. Рекомендуется ослабить и в случае повторного кровоизлияния его затянуть. Но не об этом. Это был первый способ, который я называю способ укладки турникета галстук. Если у вас один турникет всего, он укладывается другим способом, который называется кольцо. Сейчас я вам его покажу. Берете также турникет. Но в этом случае вы сразу продеваете свободный красный конец в пряжку. Протягиваете до конца. Вот эта часть с надписью Таймс Белой Биркой я ее называю конец низ турникета. И теперь берете, начинаете его налеплять сам на себя снизу турникета. Также вот здесь мы оставляем, ну вот с ладонь там 10 сантиметров свободного. И начинаем его налеплять сам на себя. Вот таким макаром все это происходит. Бац, 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 бац. Вот. И вы его налепили. Теперь нам его нужно свернуть. Вот здесь желательно, в этом месте, вот тут, оставить небольшое кольцо для того, чтобы нам было удобнее его извлекать. Вот оно кольцо. Вот мы его оставили. И теперь складываем турникет пополам. Все. Вот такой бутерброд у нас получается. Вот он. Также мы вороток заправляем для размещения на боковом кармане. Также мы его разместили. Шлепку оставили, чтобы красный язычок у нас висел, чтобы его было видно. Если нам его нужно применить, мы открываем карман, поднимаем шлепку. Беремся за вот это кольцо. Вот за вот это, которое у нас здесь получилось. Вот на турникет высвободили. Вот у нас кольцо в руках. После чего нам нужно его наложить на руку. Что когда мы будем его накладывать на руку, не забывайте о том, когда тренируетесь, что конечность у вас травмирована. Вы не можете ее поднять, так держать, так держать, помогать себе ей. У вас конечность травмирована. Вот вы выдернули ваш жгут. И теперь вы начинаете его накладывать. То бишь, что вы можете максимально сделать, это наклониться вперед, чтобы рука у вас висела. Но можете предплечьем немного двигать. Вот так руку поднимать, разумеется, вы не должны во время вашей тренировки. Взяли, просунули его в руку, подняли как можно выше. Турникет желательно накладывать поверху ткани, поверх одежды. После чего я просто тяну его в бок и разлепляю сам от себя. Все, вот таким макаром. Что мне нужно сделать теперь? Я его клею, приклеиваю, высвобождаю вороток. До конца я его не приклею. Видите, он еще у меня не прошел вот в эти рога, никуда не прошел. Сначала я начинаю крутить вороток. На руку нужно от одного до двух оборотов. Идеал два. Также по часовой стрелке мы начинаем крутить. Первый оборот. И второй оборот. Оборот я имею ввиду 360 градусов, не 180. После чего мы заправили вороток врага. И ощущение уже очень неприятное. И уже рука начинает синеть, и вена бухает. И это достаточно больно. Как действую дальше я? Свободный конец вот этот я просовываю в рога через вороток. И возвращаю обратно. Вот таким образом. И теперь мы заклеиваем флящик с надписью Тайм. Все, пожалуйста, турникет у вас наложен и готов. И достаточно хорошо зафиксирован. Рука белеет, немеет, вены набухают. Чувствую себя достаточно хреново. Чувствую очень сильную пульсацию выше места наложения турникета. Это были, в принципе, два основных способа наложения. Вы должны тренироваться правой рукой. Накладывать на левую руку, левую на правую и так далее. Если вам эта тема интересна, и вы хотите в ней преуспеть, конечно же, вам стоит посетить курсы по тактической медицине. Конечно же, вам стоит почитать литературу, посмотреть видео. Не одно, не два, и, может быть, даже не двадцать. И учиться практиковаться. После того, как вы на турникете потренировались, вам, разумеется, нужно его разлепить полностью. И выплюнуть вот так. Чтобы стропа, которая внутри, растянулась и чувствовала себя достаточно хорошо. И потом опять приводим его в боевое положение. Как я и говорил, я чаще всего складываю все свои турникеты кольцом. Проделиваю сюда впряжку. Вытащили его, перевернули турникет к низу. Взяли вот так на ладошку, сколько у вас тут свободно. Налепили сам на себя. И образовали здесь кольцо. Все. То бишь, вот так вы и накладываете турникет. Вот так вы его берете с кармана. Опускаете руку. И вот так вот кольцом вы полностью просуете руку вовнутрь. Когда дошли до места, где будете накладывать, просто тянете за язычок. Он у вас проворачивается. И он у вас уже оказывается на том месте, где он должен быть. Вы его затягиваете. Вот у вас вороток. Вам удобно работать. Рога с правильной стороны. Рога должны быть не к сиське, а туда, к спине. И вот вы начинаете работать, начинаете крутить. Я надеюсь, моё видео было для вас полезно. Что-то вы для себя подчеркнули. Это не гайд, как пользоваться турникетами, всеми видами, во всех условиях и так далее. Это вводное видео. Зачем нужен? Как сложить? Куда накладывать? Все. Я не говорю о времени, о специфике, о методе применения. Не говорю, как понять, нужен турникет или нет. Это другое. Об этом мы сейчас не говорим. Если вам это интересно, пишите комментарий. Я вам запишу такое видео. Если вам интересна тема тактики снаряги, комментарий, делаю видео. Я надеюсь, вам понравилось. Я для вас старался. Мне эта тема не очень интересна. Я эту кухню всю знаю. Видео записывал по просьбе моих подписчиков. Все, ребятки, будем прощаться. Желаю вам, как обычно, любви, добра. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok